В рамках празднования Дня местного самоуправления в администрации Натырбовского сельского поселения состоялся так называемый День открытых дверей, участниками которого стали активные молодые люди, учащиеся старших классов Натырбовской школы. Ребятам показали работу муниципалитета изнутри, но прежде чем посетить административное здание, они прошли определенную процедуру. Инициативу проявила наша глава администрации, предложив данное мероприятие, нам об этом рассказали учителя. Они сказали, что вот в джерше время будут проводиться выборы на замещать главу и замещать заместителя главы. Мы выбрали самых активных учеников, двух учеников из класса, выбрали, кто пойдет на должность главы, кто на должность главы администрации. Составили свои предвыборные кампании и провели дебаты. И далее было голосование, голосование было прям настоящим, были тоже тайные кабинки, все проходило анонимно. Ну а дальше, через две недели, в результате почета голосов, были выявлены победители. Но так как было все проведено так активно, в таком масштабе, голосовало, если я не ошибаюсь, около 50 учеников, даже больше, то решили сделать не двух победителей, а вот более, как вы видели, то есть такую большую компанию, команду. По словам детей, экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Ученики своими глазами смогли увидеть, что такое быть муниципальным служащим. Вчерашний день был очень интересный, мы все получили очень много эмоций, действительно было очень интересно. Каждый провел день с сотрудником, которого замещал, поделился опытом работы. Мы посмотрели, как это все внутри выглядит, происходит, как взрослые дела. Все-таки большинство из нас сейчас как раз-таки на пороге того, чтобы выбрать будущую профессию. Это было полезно многим. Кто-то, возможно, действительно придет в будущем, в данную должность. А вот в дальнейшем свою судьбу, с какой профессией ты хочешь связать? Ну, я вообще планирую стать врачом, скорее всего, нейрохирургом. Ну, посмотрим, как сложится судьба. Ну, и не исключено. Я не знаю, как будет дальше, возможно, и действительно приду в администрацию. Дело интересное, ответственное. А уже сегодня будущих управленцев в сопровождении главы Натарбовского сельского поселения Натальи Косицыной приветствовал у себя в кабинете глава районной администрации. Заур Хамирзов поближе познакомился с ребятами, поинтересовался их учебой, планами и интересами. Расскажи, чем мы можем гордиться? Да, я у меня в биологию собираюсь поступать в медицинский институт. Какой класс? Казинский. Да, в этом году поступаю в медицинский институт. Ну, буду стараться куда-то в хорошую улицу, в столицу, в Санкт-Петербург, в Волгоград. Я участвовала в 2019 году в годном юниорско-московском конкурсе по экологическому проекту с тетей Юлины Александровны. И мы стали победителями в номинации «Вода России». Готовишь этот экзамен? Конечно. Сейчас экзамен самый важный. Я вообще не знаю. Один за четверку? Нет, иду на золотую медаль. О, молодец. Ребята, в свою очередь, не упустили возможность задать руководителю района интересующие их вопросы. Я Коси Центрафий Викторович. Учусь в девятом классе. Вчера я замечал специалиста по зеленым вопросам. Также готовлюсь к экзаменам, занимаюсь спортом. И хочу вам задать такой вопрос, когда нам построят руководителю. Скоро, очень скоро. Если все будет нормально в следующем году. Можно еще вопрос? Да, конечно. Вот у нас в школе... Сиди, 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 не вставай. Поле. Поле. Мы заменим его. Мы его поменяем. Пожалуйста, не сомневайтесь. По окончании встречи глава района пожелал ребятам успешно сдать экзамены и найти свой путь в жизни. Я всем вам желаю удачи. Учитесь, занимайтесь самообразованием. Это очень важно. Поверьте мне, образование – великое дело. Это 50% успеха в жизни. И работоспособность. Быть образованным мало, нужно быть еще работоспособным. Потому что и мое искреннее вам пожелание. Не думайте, что вам кто-то что-то должен. Родители, родственники. Всегда старайтесь сами идти по жизни. Всегда старайтесь добиваться успеха сами.